Силы обороны Украины, похоже, продолжают кампанию по уничтожению вражеских тылов и нанесению ударов по российским командным объектам, причем на территории РФ. Сегодня наиболее паническое для россиян событие, это, конечно же, атака на Москву. В частности, около 4 утра в разных районах Москвы раздались громкие взрывы. С самого утра информации было немного, но сообщалось, что город якобы был атакован беспилотниками. Судя по опубликованным видео, последствия взрывов видны на улице Лихачева в одном из бизнес-центров. На Комсомольском проспекте в одном из зданий повылетали окна, проезжая часть перекрыта была сотрудниками полиции. И вот здесь сразу же начали появляться интересные детали. Здание, в которое прилетел беспилотник, находится рядышком со зданием Минобороны России. То есть чуть-чуть не дотянули. В Минобороны России, конечно же, обвинили во всем Украину и добавили, что якобы была, цитирую, «прекращена попытка Украины атаковать двумя беспилотниками объекты на территории Москвы». Якобы средства радиоэлектронной борьбы погасили этих два украинских БПЛА, и те потерпели крах. Хотя попадания все-таки имеются, и те фотографии и видео из Москвы показывают, что не были подавлены эти беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы. Но подчиненным Шойгу не привыкать постоянно врать, даже когда последствия атаки дронов заметны прямо из окон их ведомства. А в то же время расследователь Беллингкет Христо Грозев указывает, что рядом с местом падения обломков беспилотников в Москве находится не только Минобороны России, на крыше которого, напомню, стоит Панцирь С-1, но еще и военный университет Минобороны России, а также несколько секретных объектов Главного разведывательного управления РФ. В частности, как говорит Грозев, там находится штаб кибератак ГРУ. Речь идет об офисе главы программы разведчиков, штабе киберопераций и хакерской группы Фэнси Бир. Так вот, известно, что вот эта работающая на Кремль хакерская группа Фэнси Бир неоднократно была замечена в атаках на американские системы. Но, наверное, самым громким скандалом, связанным с этой хакерской группой, было вмешательство россиян в американские выборы в 2016 году, когда президентом США стал Дональд Трамп. И я вам приведу цитату, что об этом пишет, об этой хакерской группе, пишет издание Нью-Йорк Таймс. Цитата. В конце концов, Фэнси Бир и Кози Бир означают подразделения кибершпионажа, связанные с российской разведкой, которые получили доступ к компьютерным системам Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами 2016 года. Фэнси Бир опубликовал ряд электронных писем, включавших закрытые речи Хилари Клинтон перед Голдман Сач. То есть, вот весь тот скандал 2016 года, за ним стоят как раз вот эти Фэнси Бир, которые сидят в том здании, рядом с которым сегодня прилетел беспилотник. Ну, а еще интересно, что российские пропагандисты после сегодняшней атаки на Москву решили почему-то не показывать в своих сюжетах повреждения домов как раз вот со стороны Комсомольского проспекта. Но решили показать другие кадры разбитых витрин магазина ВИН на другой стороне вот этого Комсомольского проспекта. И не просто так, потому что по месту попадания становится понятно, что до самого здания Минобороны России на набережной Фрунзе беспилотник не долетел меньше 200 метров. И это несмотря на то, что на крыше Минобороны россияне установили системы ПВО. Все же помнят эти фотографии, что на крыше Минобороны России стоит Панцирь С-1. Так вот, он не сработал почему-то. Следовательно, такая атака точно может повлечь за собой новую волну панических настроений. И что важно, эта паника может властвовать прямо в коридорах Минобороны России и ГРУ. Потому что прямо сейчас диктатор Путин фактически проводит чистки среди руководства Минобороны. Поэтому одно эмоциональное напряжение может накладываться на другое и вызывать волнение, что нам только на руку, как говорится. Между тем, отдельно украинские СМИ сегодня сообщают со ссылкой на собственные источники, что вот эта атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. Кроме того, источники намекнули на то, что все птички долетели до Москвы. И вот это интересный момент, потому что птички, ну если мы берем версию, которая говорит о том, что это мы, так вот тогда мы запускаем птички чисто украинского производства. Ну мы же не бьем западным оружием по территории России. Поэтому, ну как говорится, есть чем гордиться. А впрочем, в самом ГУР свою причастность к атаке на Москву не комментируют, но добавляют, что постоянные атаки дронов на ключевые учреждения сектора безопасности и обороны РФ в центре Москвы говорят о том, что даже такие объекты и небо над ними не контролируются режимом российского диктатора Путина полностью. А значит, такие атаки только будут набирать обороты. Вот об этом сегодня заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Приведу его цитату. То, что Бавовна происходит в Москве непосредственно в том квадрате, где сосредоточены ключевые учреждения сектора безопасности и обороны государства-террориста, означает, что даже такие объекты и небо над ними не контролируются режимом Путина. Одновременно ГУР наблюдает много Бавовны в разных уголках на временно оккупированных территориях. Это процесс, который будет продолжаться и будет набирать обороты, пока россияне не уйдут из украинских территорий и не восстановится справедливость в рамках международного права. А в то же время спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, тоже комментируя вот эту атаку дронов на Москву, отрицает причастность Украины к взрывам в российской столице. Мол, к сожалению, у нас нет средств, чтобы фиксировать все эти события на таком большом расстоянии. Но дальше Игнат намекает, что все-таки вопрос о взрывах в Москве стоит адресовать именно нашей разведке. А вместе с тем в Курской области России тоже заявили, что там несколько населенных пунктов региона попали под обстрел. В результате были повреждены здания, обесточены несколько населенных пунктов, пожар. И, по словам одного из российских чиновников, в поселке Теткино было зафиксировано 16 прилетов и якобы обстрел велся со стороны Украины. Также сегодня было шумно и в оккупированном Крыму. И вот это очень важный эпизод. В частности, с самого утра в Крыму раздались взрывы. Что-то очень мощно прилетело по аэродрому в Красногвардейском районе. Кроме того, оккупанты заявили об атаке на склад боеприпасов в Джанкойском районе. В настоящее время на складу с боеприпасами в этом Джанкойском районе продолжается детонация боеприпасов. И, по данным так называемого оккупационного главы Крыма, Аксенова, полуостров якобы атаковали 11 беспилотников. После взрывов оккупационные власти объявили об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места взрывов. Закрыли трассу Джанкой-Симферополь и остановили движение поездов в направлении Симферополя и Севастополя. Более того, за сегодня дважды оккупанты даже останавливали движение на Крымском мосту. Впрочем, как это всегда делают оккупанты, они уже объявили, что никакого попадания на самом деле не было. Вам все показалось. А на самом деле, по логике оккупантов, Крым атаковали 14 беспилотников, 11 упали в Черном море, еще 3 сбили системы ПВО. Ну, а взрывы, эвакуация, остановка движения и так далее, это нечто другое. Все-таки вот ничего не произошло, сработало ПВО. Но, тем не менее, эта атака была важна в контексте того, что удар пришелся именно на склад с боеприпасами. По данным крымских партизан, в результате сегодняшней атаки по Крыму могла быть уничтожена партия ракет «Оникс», которыми российские военные обстреливают Одесскую и Николаевскую области. И это те ракеты, которые, к сожалению, наши системы ПВО пока сбивать на юге не могут. И вот источники партизан сообщили, что на складе БК, как раз в Джанкойском районе, была накануне завезена партия ракет П-800 «Оникс». И, скорее всего, эти ракеты были предназначены как раз-таки для атак по Одессе. Теперь эти ракеты не улетят бомбить нашу Одессу. Более того, появились подробности и относительно удара по складу с боеприпасами в Красногвардейском районе 22 июля, то есть в субботу. В частности, вследствие той атаки тогда тоже горел большой военный склад, где, как сегодня стало известно, хранилось по меньшей мере 3 тонны артиллерийских снарядов. Сейчас заметно, что оккупанты и в Крыму, и на юге Украины уже сильно паникуют, потому что это уже не первый прилет за последние дни по Крыму, причем не просто по Крыму, а конкретно по складам с боеприпасами и по аэродромам. То есть очевидно, что мы даем ответ за Одессу и пытаемся нейтрализовать саму угрозу в корне. И вот наши бойцы продолжают уничтожать вражеские тылы, причем не только в Крыму, и теперь оккупанты пытаются для себя решить, где им вообще теперь безопаснее. Вот на материковой части Украины или в оккупированном Крыму? Потому что сегодня представители партизанского движения в Крыму, АТЭШ, сообщают, что после очередной успешной работы в СУ по оккупантам в Мелитополе, россияне начали перебрасывать технику в Крым, оттягивать ее. Но теперь большой вопрос, а куда спрятать всю эту технику так, чтобы в СУ не попали по ней? То есть дилемма для россиян в Крым или не в Крым, или куда ее теперь оттягивать? И по этому поводу представитель ГУР Андрей Юсов уверяет, что постоянная бавовна в Крыму формирует у оккупантов и гауляперов понимание, что Крым это опасная территория, это уж далеко не тыл, знаете, безопасный такой тыл, куда можно убежать. И лучшим решением в этой ситуации будет как можно скорее россиянам покинуть полуостров. Приведут стату Юсова. Безусловно, настроение среди личного состава и оккупационной администрации от событий в Крыму не улучшается. Многие из оккупантов и гаулятеров уже вывезли свои семьи, а те, кто не сделали этого, не сделали, потому что им не позволяют.